Сразу оговорюсь, я знаю, что эта игра была у шведа, но я просто хочу показать вам с точки зрения башера эту игру, вот. Привет, Дон Кихот. Нет, ты не здоровался. Я тебя сегодня вообще в первый раз вижу тут. Вообще, конечно, это довольно выигрышный матчап, теоретически, для нурглей. Со взяткой там, с атакой, теперь, вот, с количеством клавсы. Хорошее начало. Тролль очень приятный, дядя, ну, тут этого оттолкнули. Тролль очень приятный, дядя, потому что у него есть реген, и это житель лоса перманентный, то есть как-то вот так вот. Удар не прошел. У зверя есть блок, можно смело бить зверем. Надо очень беречь клавсу. Надо сейчас прикрыть вот этого козлика. Потому что в этого козлика организуются суперпростые кубы. Вообще, в целом, в игре против орков, самое главное прикрывать козлов. Минус три с лоса и пробой тролля. Или нет, минус два с лоса. Вру. Минус два с лоса и пробой тролля. Неприятно. Честно скажем, не очень хорошая позиция. Потому что сейчас можно просто вот здесь встать гордами, здесь войти в контакт и попытаться выбить козлика сразу. Ну или попытаться оттолкнуть воина, а здесь не дать кубов из-за гордов. У Нурглей, конечно, есть горды. Но если бы тролль не сломался, было бы идеально. Можно, да, просто. Мне кажется, оркам стоит обжимать козлов сразу. Тем более, когда все три козла находятся в точке, где они ничего сделать не могут. Вот. Еще я не очень понимаю, почему Нургли берут магический купол. Потому что мне кажется, что магический купол... Швед-башер, но швед обычно на стримах не всегда говорит про тактику. Иногда швед просто делится эмоциями. Ну а это приятно смотреть, потому что у него веселый и забавный голос. Бесконтактные орки. Отчасти я их могу понять, но мне не очень нравится концепт. Удачно. Сейчас подойдет и поошнет. Теперь зверя в серединку. Да, это все правильно. Он на меня обиделся. На тебя много кто обижается. Может и я на тебя обижусь в конце сезона. Ну не в конце, конечно. Как мы с тобой играем, там я не помню. В пятом паунтуре. По-моему, я с тобой сразу после Мишандера. У меня как раз Гули вернутся. Ну, фолы тролля это неплохо. Но, как бы, тролль не самый хороший объект для фолов. Реген, девятый армор. Плюс череп, по-моему, да? Или нет? Нет, черепа у тролля нет. Он просто тупой. Так, орки вспомнили о том, что они умеют в контакт. Это хорошее дело. Очень приятные кубики в зверя. Все правильно. Сейчас орки строят правильную игру. В идеале, на самом деле, было бы, наверное, поставить через ГФИ вот этого паренька сюда, а убиватором поошнуть девятый армор. Я знаю, что девятый армор не очень весело поошить, но конкретно в этой ситуации можно было получить хорошее преимущество. То есть, ситуация такая, что у орка очень много гордов. У нургля гордов кот наплакал. Вот. Ну, египтянин, в принципе, знает главную идею нургля... Ох ты ж. Крайне неприятно. Вот. В любой непонятной ситуации, начинай, блецом ПО. Ну, на самом деле, хорошо сыграл апотекарий. То есть, в принципе, спас. Точка. Правильно проделал дорогу для еще одного удара Клавсой. Здесь вопросов мало. Естественно, снова очень удачные кубы. Вот почему не стал подходить, мне не очень понятно, но... Ну, окей. И мне кажется, рановато тащит мяч вперед. Мне кажется, ситуация довольно комфортная. Можно постоять и еще подраться. Изи красные. Я немножко не понял идеи проталкивания в этой ситуации. Ну, наверное, чтобы зверя было бить удобнее. Я не знаю. А я после Макьяка? Ну да, Макьяк, конечно... Ну, Макьяк, он по-разному играет. К слову, как раз-таки... Ну, для тебя эта игра будет не самая... Как говорится, неприятная. Вот у тебя, например, с тем же Неймлессом будет игра явно страшнее, чем с Макьяком. Не в обиду Макьяку, но просто по лейтмотиву. Мне нравится, что Нургли, имея очень хорошее преимущество, вместо того, чтобы продолжать драку, разделились и позволяют оркам себя избивать. Конечно, у орков невероятно плохие кубы. Но... В любом случае, как бы... Идея Нурглей мне непонятна. Ну, и расстановочка такая, чтобы, видимо, Нургаль не... Как бы Нургаль... Орк не постеснялся и попробовал вытолкнуть в случае чего. Очень интересно. Ну, тогда тебе нечего бояться в дивизионе. Ну, кроме меня, наверное. Ну, или кого-нибудь лакерка. Хороший удар в красные кубы. Пожалуй, в этой ситуации. Реген, как обычно. То есть... Ну, Нургаль очень плохо сыграл с точки зрения позиции. Но сделал один хороший, суперудачный удар. Хороший и по идее, и по дайсам. Но при этом Нургаль, вместо того, чтобы добить орка, решил зачем-то его пощадить. Я не знаю, Брайт. Я об этом и говорю. Не было ни единого смысла уходить из драки. Он ушел из драки. Потому что... Гладиолус. Честно говоря, вообще, ну, глядя на однокалиточный пробой, зачем надо было делить силы, я не понимаю. В принципе, игра уже практически выиграна. Потому что у орков нету... Аптеки. У орков нету четвертой и пятой силы. И как бы... У Нурглей есть взятка еще. И как бы... Но тут... Обычно это называется конечный. То есть, я не знаю, что должно произойти в этом матче. Чтобы был камбэк. Должно очень много удачи на квадратный метр произойти. Вот по-вашему, ребята, может ли Нургаль отдать этот матч? Не, ну может. Ладно, может. Но это очень трудно. Драйв-то он точно уже не отдаст, сделав минус пять. Вкладочка. Это хорошая мысль. Да. С другой стороны, конечно, там вот есть нулевой козел, которого было бы неплохо покачать. Ну, окей. Наброс, конечно, опять же к тому, зачем надо было делить силы. У тебя полный карт-бланш, у тебя все хорошо. Ты зачем-то позволяешь оркам побить себя на протяжении, там, четырех ходов. К зачетке можно было не идти от слова совсем. И сейчас можно спокойно вернуться и помочь своей основной группе. Даже сейчас это возможно. Удачный кубов Блицера. Но Сралгусь выдержал. Да, выдержал. Молодец. То есть, каждый раз, когда я смотрю на позиционную игру египтянина, мне так грустно становится, честно. То есть, на третий ход забегать на гол, выиграв драку, и забегать половиной команды, ну, мне непонятно зачем. Вот честно. Очень плохие кубы у Гуся. Рерола теоретически не так сильно надо держать, потому что габлу уже на гол не кинешь. То есть, размышлять о фантомном вантерне нет. Да, Брайт мог. Это тоже маленькая ошибка. Но, как бы, дура... Ну, ладно, не дураки. Профессионалы кидают четыре плюса. В принципе, все, что сделал египтянин для этого результата, пока что, каждый ход блицевал МБ Клавсой ПО. Это не претензия. Это не претензия. В общем, видимо, будет фологилы. Это логично. Нулевым козлом, как бы. А вот зачем здесь встал? Это не фологилы? Это не фологилы. Это не фологилы. Ты решил не фалить Агилу? Со взяткой. Ну, понятно, да. В принципе, что бы и нет. Ясно. Понятно. А я бы пофалил Агилу. Ну, напомни, что у тебя сейчас, Дон Кихот. Я честно не помню. Ой, я забыл команду метанола посмотреть. Конечная приближается и приближается. Привет, Коба. Уже и не сказать, что такое гигантское преимущество по гардам. Оно как-то уже расплывается. МБ, Джага, Гард. Ну, а чё там ещё брать? Ну, не граб же. Я думаю, что да, СФ. Минус 3, минус аптека, неработающая регенерация. Ну, конечно, спасли с того света на МНГ Чорка, но как-то вот... Ну, колокола хорошо встали. Проблема просто в том, что потеряно 3 кор игрока. Пятая сила, блоджерный гард и Чорк очень хороший. Ситуация у Гуся такая, что как бы не позавидуешь. Ну, я бы взял СФ, но... Ну, окей. Лучше поймай дубль. Совет такой. Лови дубли. Хорош совет. Рабочий. Нет? Нет? Ну, хоть что-то, окей. Окей, даже ПО не понадобилось. Да, Элкорион, типа того. Ну, качнули и денежку потом. Ну, Чоркам повезло. У Чорков стал игрок. Орки играют всего лишь в минус один. Правда, при этом у них тут нулевая линейка. вышел Меченосец и Гоблин. Но, в принципе, в минус один. То есть, драйв будет очень тяжелый. Очень тяжелый. Меченосец и Гоблин. Но жить можно. Метанол, а ты-то еще тут? К вопросу о консультациях. Ну, пробой опять космос. Я еще не очень понял, почему Нургаль, имея взятку, в принципе, забыл о том, что такое фолы. Я думаю, что было бы неплохо, чтобы кто-нибудь объяснил египтянину. Чтобы кто-нибудь объяснил египтянину, что вообще можно фолить без пятки. Я понимаю, что это фантастика. Я бы, кстати, может, подобрал бы мячик именно Гоблой. Потому что, как бы, ею несколько комфортнее, если что, будет бегать. Блиц, наверное, в крайнего черка. Я угадываемый стиль. Угадываемый стиль. Ну, и сразу колокол первым же ударом. А орки выбили целую одну пятку с кучей ударов и ПО. Я считаю, неплохо. Вполне солидарно, вам не кажется? Честно говоря, пока смотрится так, что... Что вообще без шансов для орков. Не, ну ладно, там две агилы могут потащить. Ну, минус мув. Ну, правда, взятка ушла. Фолл, правда, был в один ассист, если кто не заметил. То есть был... Это девять плюс фолл, ребята. Ну, говорится, почему бы и нет. Честно говоря, ситуация выглядит... Ну, не патовой, не патовой. Но она выглядит очень тоскливой. Зверь работает как надо. Ну... Вообще, ставить, конечно, такого хорошего игрока вкладочка... Не, пас, пас. Пас был из ауры вот этого паренька. То есть это был и здесь аура. Это был пас 3 плюс 3 плюс. Только здесь был рерол на пас, а здесь не было рерол на прием. Честно говоря, на мой взгляд... Ну, фолл-то был так себе, если честно. Это был девять плюс фолл, коба. Без пятки. Так, между делом говоря. Ну, вообще-то вот здесь нургли должны выиграть игру. Реролл. Ну, я отчасти понимаю смысл этого рерола. Он был довольно важный. Другой вопрос. Почему после трата рерола не встала линейка? Не встал воин? Ну, нет, я понимаю. Ну, здесь правильно, правильно. Это хорошо. Теперь после траты рерола и удара поднимаем игроков. Окей, логично. Логично. Обязательно надо ударить клавсой. Без этого ход неудачный. Это все знают. Ну, если честно, это околобожественная серия скаттеров, потому что за счет этой серии скаттеров гусь из мертвой ситуации имеет шансы хотя бы на гол престижа. Вот. Можно было подвести хайл сплит. А можно было не подводить и кинуть 9 плюс на армор. Понимаешь? Ну, Элкарион, ты-то все делаешь правильно. А египтянин, египтянин. Это как бы... Как бы некоторые умы не подвластны простым людям, типа нас с тобой. Обидный. Обидный момент. Было бы неплохо повалить моровичка. Просто забавно, что гусь реально сыграл слишком рискованную игру. И игра его наказала. А египтянин это не реализовал, потому что... Жадный. И недальновидный. Ну ладно. Еще один удар к ловсой. Повезло, повезло. Вот Швид на стриме... Я к этому моменту примерно подошел. Типа вот этот козлик... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь... Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Как бы мог влететь в мяч, но на мой взгляд это фигня какая-то. Я бы на самом деле бы вот этого воина ставил бы посередине или ставил бы сюда и козлом влетал бы в габлу и садился бы на мяч. Лучше, конечно, двоих было бы. А здесь, ребята... Ну, вообще, в принципе, этот ход имеет смысл. То есть, если ты ломаешь вот этого паренька, то, скорее всего, ты заставляешь забить оппонента. Ну вот. Хотя тоже такое, как бы. Так. Мне не нравилось такое количество лишних бросков в ГФИ, потому что осталось всего два рерола. И при трате рерола матч становился очень тоскливым. Гусь идет на подстраховку. Это правильно. Да это очень хорошее решение сталить. Оно, конечно, резкое и как пуля дерзкое, но за пять ходов даже нулевые нургли имеют очень хороший шанс забить. А ненулевые нургли за пять ходов забивают, как бы, не моргнув глазом. Здесь я считаю, что Гусь как мужик сыграл. Хотя это могло стоить ему ну не команда, конечно, но могли быть проблемы. Да, да. Я согласен с тобой, Брайт. Но орка в целом матч вышел такой. Тоскливый, я бы сказал. И орка очень плохой пробой. Я бы сказал, несерьезный. В отличие от нурглицкого пробоя, который, ну, не то, что прямо фантастический, но такой, что мама, не горюй. Ну вот, вот это, конечно, очень интересный ход. Вот, тут, 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 тут стоит, как бы, габлач, а здесь, как бы, стоит блоджерный блицер, а здесь стоит агильный габлач. Ну, то есть, ты, конечно, можешь со спринтом выбить мячик, а потом его еще и подобрать, и еще пробить такл блицера, но, как бы, ну, я бы так не делал бы, конечно. Легкое такое ощущение, что, ну, как бы, оно того стоило? Серьезно? Не, ну, если он хотел дать еще один ход сталинга, то получилось классно. То есть, если это была идея заставить орков еще сталить ход, то египтянин сыграл на десяточку, пред аллигатора. Как оно? Ну, так, нормально. Ну, надо было риски минимизировать, а мы решили, что кинем 6 плюс в мяч через ГФИ. Ну, это, конечно, прекрасно. Ну, сейчас самое время-то козлика на гол заводить. Ага. Прям, прям, да. Прям хорошо придумал. Мыслит наперед. Просто египтянин по сути своей дал, ну, может быть, не два хода Сталинга, но один абсолютно железно. Хорошо, что нету ПО, он бы прожал. Ну, да, да, да. Это хорошая защита от ГФИ, то, что нормально. Не, ну, конечно, я вот ушел от шведов в тот момент, оказывается, когда я гиптянин решил блицануть в 1D. Вот, я, я, я пришел, я не понимал, чё, как произошло. Египтянин, конечно, мастерски отдаёт преимущество, добытое непосильным трудом. Под непосильным трудом я имею ввиду невероятный пробой самбек лавсы. Я очень хочу посмотреть в конце циферки пробоя. Я у шведов их не посмотрел. Хочу убедиться. Проникнуться по полной. Ну, вот. Бесит название, я даже не помню, как оно называется. Чё-то там с гусями. Я думаю, там фанат Рима человек. Кланов Гуса не знаю. Не думаю, что это у тебя какое-то... Ну, не подбор, окей. Ну, египтянин, конечно, мастерски отдал реролы, вообще как батя. Тут без вопросов. Ну, ладно, первый рерол, второй отдал точно. А у орков вернулся пробой. Пусть и частично. Нагловатенько рискованная игра от гуся. Кстати, разумнее было бы как раз зверя запихнуть бы вот сюда. Если бы зверя зашел бы сюда, тут никаких забеганий на двух меченосов не было бы. Привет, морда. Ну, да, подбросили. Ну, целый один забегающий. Получится ли сделать двух забегающих? Вот в чем вопрос. Там все-таки надо бежать от такла. Ну, да, кубики на подбор не очень. Мне, правда, кажется, что, наверное, стоило начать с забегания, но ну, ладно. То есть, если мячик можно было не реролить на подбор, то забегание как бы, ну, там, ну, ладно. А вот и ничейка. Хорошая работа, египтянин. Ну, на самом деле, там просто в супер выигрышной ситуации настолько безобразно отыграть пачку ходов, это, конечно, фантастика. То есть, отдавать такие матчи, на мой взгляд, должно быть стыдно. Ты решил ударить первым ударом в два куба. Окей. Жиже, чем обычно, ну, можно и так сказать. Просто логика некоторых вещей не прослеживается. А почему он, например, не блицанул убиватором в горда, чтобы потом в три куба ударить зверем нургла? А где блиц? Может, воин добирает? Два, три, четыре, пять, шесть, семь нет. А почему египтянин не блицанул? А? Ну, ладно. Опыт неудачный лег, я считаю. Ну, здесь хорошо опыт лег. Двадцать пробоев, пять нокаутов, три травмы, еще травма с фала, реген не сработала, аптечка не сработала, все травмы, покор игрокам. Ну, как бы, броня пятьдесят шесть, как бы, true or еще броня. Угу. Ну, даджи были у гуся, конечно, хорошие, да. А вот потеря, да. Хорошо сказано, редарокси.